Эфир телеканала НМТ продолжает новости Дагестан в студии Зухра Алиева. Здравствуйте! И вот некоторые темы выпуска. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Сиреневая столица. Акция «Сирень Победы» стартовала сегодня в скверах имени генерала Амарова и Фазу Алиевой в Махачкале. К празднованию 9 мая готовы. В Каспийске прошел масштабный субботник. В преддверии 77-й годовщины со дня Победы здесь высадили цветы и покрасили бордюры. В первый район поехали мы, оттуда в Баку, там 200 километров до Баку. А с Баку взяли билет на Минводы. А с Минводы на такси приехали на Махачкалу и оттуда сюда попали. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Получивший ранение местный житель 2002 года рождения был доставлен в больницу Каспийска, где впоследствии скончался. Руководством республиканского МВД по данному факту назначена проверка, говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Жара, праздники и человеческий фактор – все перечисленное – являются основными причинами пожаров в весенний и летний период. В связи с этим в преддверии майских выходных сотрудники МЧС Дагестана проводят дворовые обходы и профилактические беседы с населением. Так, спасатели вместе с волонтерами посетили поселок Альбурикент. Жителям напомнили о требованиях пожарной безопасности и вручили памятки. В очередной раз мы напомнили людям об основных требованиях пожарной безопасности при очистке своих участков от горючих материалов в летний пожароопасный период. В ходе беседы с гражданами мы также рекомендуем им устанавливать в домах пожарные извещатели, предназначенные для обнаружения пожара на ранней ее стадии. Так, сотрудниками отдела при проведении профилактического рейда владельцам домов с низкой пожарной устойчивостью были вручены автономные пожарные извещатели на безвозмездной основе. Наша основная задача – довести до населения, что соблюдение элементарных требований пожарной безопасности позволит сохранить жизнь и здоровье ваших и ваших близких. Патриотизм надо прививать со школы. С 1 сентября во всех российских школах вводится обязательная патриотическая акция. Каждая новая учебная неделя будет начинаться с исполнения гимна России и поднятия государственного флага. Между тем выяснилось, что в отдельных образовательных учреждениях Дагестана такую торжественную церемонию проводят давно. В этом убедилась делегация Минобра региона, посетившая Республиканский центр образования в Каспийске. В нашем центре мы большое внимание уделяем именно воспитанию детей. Причем это мы проводим системно, ненавязчиво. Для нас очень важно объединить три составляющие учебного процесса. Это дети, это педагоги, это родители. И все проекты мы всегда осуществляем совместно. Мы каждое утро в 8.30 со звонком на автоматические, у нас по громкой связи, звучит гимн России и гимн Республики Дагестан. Все дети, которые обучаются в нашем центре образования, наизусть знают слова и музыки не только гимна, но у нас есть еще второй гимн. Это песня по исполнению Газманова «Россия». Наши детки на всех мероприятиях с большим удовольствием поют эту песню. Президент Российской Федерации отметил уже в рамках лагеря «Артек», что данные мероприятия нужно проводить. Министр просвещения Российской Федерации поддержал эту акцию. Каждая учебная неделя будет начинаться именно с поднятия флага Российской Федерации в качестве патриотической акции. Более трех сотен кустов сирени украсят Махачкалу. Акция «Сирень Победы» стартовала сегодня в скверах имени генерала Амарова и Фазуалиевой. На мероприятие, приуроченное к празднованию 77-летия Победы в Великой Отечественной войне, прибыла и представительная делегация во главе с мэром города Салманом Дадаевым, а также учащиеся интернатов и школ города. А знаешь, почему она не Георгий Сканинка? Потому что это «Сирень Победы». Мы в честь Дня Победы сажаем. Когда наши солдаты возвращались в Германию после разгрома фашистов, и все встречались сиренью. Поэтому 9 мая мы с Махачкалю тоже сажаем «Сирень Победы». Ребята совместно с представителями власти копали, высаживали и поливали ростки. Первые цветы на кустах появятся уже в следующем году. Напомним, акция «Сад памяти» проходит с 2020 года по поручению президента России Владимира Путина. Всего в ее рамках планируется высадить 27 миллионов деревьев по всей стране. У нас в многих городах нашей большой любимой родины есть такая хорошая традиция, акция высадки накануне Дня Победы кустарников сирени, именуемой «Сирень Победы». Она символизирует те дни, когда наши воины-освободители возвращались после разбития фашистской Германии, и их все встречали цветами горстями в целом сирени. И вот мы решили в этом году заложить «Махачкале». И когда мы сажили сегодня эту сирень, очень приятно было, когда волонтеры Победы, ребята, детечки, когда сажали эту сирень, предложили. Мы им начали говорить, Артемом Алексеевичем Бечаевым, который вместе с нами сегодня тоже принимал участие, что вот ребята, вы обязательно должны будете приходить, следить за этими кустами, поливать. Ребята предложили, а можно, говорит, присвоить каждому кусту имя героев, ребят, которые пали на полях сражения, освобождая Донбасс. Такое предложение не могло остаться с нашей стороны без внимания. Мы, конечно, учтем пожелания, ребята, присвоим каждому кустику. Мы пришли поддержать эту акцию. Погода хорошая. Исполняется помощь. Во благо города мы можем помочь в любое время. Тысяча цветов высажено, 2 километра бордюров окрашено. В Каспийске прошел масштабный субботник. Уборку территории провели в преддверии 77-й годовщины со Дня Победы. Организатором мероприятия выступила компания «Арси Комфорт». В акции были задействованы жильцы домов, арендаторы помещений. Всего около 400 человек, включая учащихся 1-й и 6-й городских школ. Наша компания абсолютно предоставила весь материал, начиная от краски. 380 килограммов для тротуарных плит краска. И также 970 штук цветов, 14 деревьев. И мероприятие по уборке, по озеленению, по пропулке деревьев, по покраске деревьев от насекомых. Вся мероприятие выполнено в полном объеме. Дети должны знать историю. Нам нужно это передавать, нам нужно объединять, нам нужно рассказать. И данная акция поэтому ежегодно проводится в честь победы Великой Отечественной войне. В Магарамкинском районе последний день выставки священных реликвий пророка Мухаммада, мир ему. Мечеть села Ярак-Казмоляр. Приезжают люди, преодолевая тысячи километров не только из Дагестана и России, но и из соседних государств. Подробности в сюжете Хамзу Нурмагомедову. Асаду Рахманову 65 лет. Он приехал на выставку реликвий из Кусарского района Азербайджана. Несмотря на то, что его родовое сего Кирик находится всего в 15 километрах от Яра Казмоляра, ему пришлось преодолеть 1500 километров из-за ограничительных мер, связанных с пандемией. Первый район поехали мы, оттуда в Баку, там 200 километров до Баку, а с Баку взяли билет на Минводы. А с Минводы на такси приехали на Махачкалу и оттуда сюда попали. То есть на самолете и на машине как бы, да? Два дня пути и асад Рахманов возле волоса пророка Мухаммада, мир ему и благословение. Он еле сдерживает эмоции, желание увидеть частичку посланника Всевышнего, оказалось выше всего остального. То, что я почувствовал, это слова мне нельзя выражать, я не знаю, на земле нахожусь или на небесах. Это слова мне нельзя, но, аль-хамдуллах, то, что из-за благодати наших шейхов, наших муфти, вот это нам Аллах, Аллах. Он хотел, жаждал его видеть, он его нашел. Он перелетел тысячи километров на самолете, сотни километров на автомобиле, пересек границу, и он сегодня здесь. Если вы еще дома, приходите, пожалуйста, посетите нашего пророка, саллиллаху, али-хамдуллах. Тысячи людей, тысячи разных судеб и истории, всех их объединила любовь к пророку. Поток людей увидеть его частичку не прекращается ни на минуту. Сюда приезжают семьями, делегациями. Сегодня в Ярак Казмоляр в национальной одежде также приехали жители Кизилюрта и Кизилюртовского района. Приехав сюда, просим Всевышнего Аллаха, чтобы вот те глаза, которые видели волос пророка, али-хамдуллаху, чтобы Аллаху Таиллаху дал нам возможность в сегодняшний день тоже увидеть воочию самого пророка, али-хамдуллаху. Хвала Всевышнему Аллаху, который очередной раз дал нам возможность посетить эти асары. И хвала Всевышнему Аллаху, что они хранятся именно у нас в Дагестане. В последний день выставки реликвии подходит к концу. Завтра состоится ее прощальная церемония закрытия. Те, кто в Ярак Казмоляре не успел увидеть святой волос пророка Мухаммада, мир и мои благословения и другие раритеты, смогут сделать это в Левашинском районе. С 26 по 29 апреля в Джума мечети села Леваши будут представлены священные реликвии для всех желающих. Хамзу Нурмагмедов, Салим Алискеров, Халида Ахмеев, телеканал ННТ, Магарамкенский район. Уже завтра выставка реликвии переедет в село Леваши. Предстоящее значимое событие для всех верующих Левашинского района обсудили на встрече муфтия Дагестана шейх Ахмада Фанди с главой муниципалитета Шамилем Дарбишевым. Не случайно же сейчас реликвии находятся на родине. Вот Мухаммад Гараги. Сначала и после них будут находиться в Левашинском районе. Тоже не случайно. За это еще раз большая благодарность от всех жителей нашего района. Спасибо, спасибо. Очень много людей подключено. Пусть Всевышний, каждого, все, что сделал, примет, воздаст. И о спорте. Махачкаринская «Динамо» продолжает погоню за лидером. В домашнем матче 27-го тура ФНЛ-2 столичный клуб разгромил Есентуки. Встреча проходила на стадионе имени Елены Сымбаевой. Дагестанская команда отправила в ворота соперника пять безответных мячей. Голы в свой актив занесли Шамиль Исаев, Залимхан Юсупов, Муталип Алибеков, Арсен Багидов и Ченгиз Агабалаев. После этого матча у «Динамо» 59 очков. И по этому показателю клуб из Махачкалы сравнялся с лидером первенства Ростовским СКА. В Махачкале на полях спортшколы Минобрнауки прошли игры 1-8 финала Школьной футбольной лиги Тагестана. В матчах за выход в четвертьфинал сошлись команды с 5-8 классов из Махачкалы, Хасавюрта, Кизляра, а также Ахвахского, Ботлихского и других районов республики. На открытии этапа перед юными спортсменами выступили артисты эстрады. С приветствием к участникам обратились представители Минспорта, Минобрнауки и депутаты. Гости отметили, что турнир проводится в поддержку российских солдат, участвующих в спецоперации в Украине. Все четвертьфинальные игры состоятся 30 апреля в Махачкале. Финал регионального этапа Школьной футбольной лиги намечен на 5 мая. Махачкала присоединилась ко всероссийской тренировке «Дети спорта». Спортивный праздник прошел на стадионе имени Елены Сымбаевой. Участниками стали воспитанники столичных спортшкол, школ-интернатов и дагестанские юнормейцы. Всего порядка 200 детей. Для них зарядку и саму тренировку провели медалисты Олимпиад, чемпионатов Европы, Азии и мира. Магомед Ибрагимов, Магомед Исагаджиев и Магомед Магомедов. Титулованные дагестанские спортсмены поделились некоторыми секретами своему мастерства, а также пожелали ребятам всегда придерживаться здорового образа жизни. Хочу вас поблагодарить, что на самом деле уделяете внимание именно спорту. Все-таки спорт – это здоровый образ жизни, спорт – это мир. Поэтому занимайтесь спортом, слушайте старших. Смотрите наши выпуски также на нашей странице ВКонтакте и на Яндекс.Дзен. А у меня на этом все. Добрых вам новостей и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин